В Крыму официально открыта автомобильная трасса Таврида. Современную дорогу длиной более 250 километров от Крымского моста до Севастополя, возведение которой началось еще весной 2017 года, оценил Владимир Путин. Глава государства сам сел за руль президентского Ауруса. Пояснение Владимиру Путину давал главный технолог строительной компании Андрей Волков. Андрей Владимирович, вы здесь с самого начала, да? Да, я здесь с августа 2016 года. Нет, пристегнуться, а то потом штраф придется платить. Насколько раньше были завершены? Ну, у нас по контракту это декабрь 2020 года, да. Ну, вот, как Валерий Вячеславович вам обещал в прошлом году, что в сентябре мы... Ну, вот, получается, не в сентябре, а на несколько дней раньше тоже. Я сейчас вот на августе летел специально, придет, чтобы посмотреть. Практически вот в сей трассе пролетели. Конечно, впечатляет, красиво. Современные объекты. Надо съезды делать только вот к берегу, так чтобы, особенно, туристический поток идет. Люди вот едут не в Симферополь, но они едут на море. В море, поэтому нужно съезды делать. Да, туда съезды ездят. Съезды ездят? Конечно. Потому что там такие красивые места. Ведь люди туда едут, да? Миллионы людей едут именно туда. Трасса Таврида – это по две полосы движения в каждую сторону с разделением встречных потоков. Расчетная скорость движения – до 120 км в час. Для обеспечения безопасности трасса строилась без одноуровневых пересечений с другими дорогами, а все пешеходные переходы на ней надземные. Таврида включает более 100 мостов и путепроводов и 18 транспортных развязок. Завершив проезд, Владимир Путин оставил автограф в книге, посвященной строительству. Получил в качестве подарка фрагмент асфальта бетонного покрытия. Оно было разработано специально для этой трассы. А затем обсудил планы дорожного строительства как в Крыму, так и в России. На юге России, сейчас министр рассказывал, Евгений Иванович, где-то 263 примерно километра, прямо здесь рядом, в Краснодарском крае. Ну, а в целом по стране будем развивать дорожное строительство дальше. Один из примеров я приводил. Москва, Нижний Новгород, Казань. 800 километров будет хорошая, крупная, такая серьезная трасса. А дальше на Екатеринбург. И там в восточной части будем работать еще. Так что работы хватит. Все будет хорошо.